Так, значит, что ты делаешь? Ой, ты что меня снимаешь? Ну да. А то, что я говорила, до этого, надеюсь, ты не снимала? Нет. А то я зайка, я не акула, я зайка. Нет. Только надо это, перевернуть, сейчас подумаю, где. У тебя там эфир прямой? Да. Сейчас я глазы накрашу. Нормально, за рулем такая. Мы сейчас глазки накрасим. Вот так вот часто езжу на такси, короче, и мне мужики говорят, как мы ненавидим девушек за рулем. Это ад, адский, тра-та-та. Один тут со мной всю дорогу знакомился, когда я глаза красила. Он говорит, ты вообще, типа, я говорю, я сам боль занята. У меня вообще-то, я глаза, говорю, крашу, слушаю, говорю. Еще эфир прямой виду, пишу эсэски. У меня еще журнальчик лежит с записями. Нет, я там еще чат, там еще инстаграм. Поможем набраться. Бойтесь, люди, объезжайте таких девушек красивых за рулем красящихся. Потому что иначе вы от них не оделаетесь. Они к этому прилипают? Ну, невозможно не влюбиться. Да, конечно, вообще, Оль. А еще, ты знаешь, что очень классно, когда ты без прически и просто фигачишь себе вот просто вот так. И такое, как будто ты в салоне была, в парикмахерской, как будто вот часов пять просидела. Я могу еще зубы не чистить. Ой, нет, зубы, фу. Лучше вот прическу делать такую. И не умываться там, еще чего. Зубы чистить я не могу. Прямо так, в машину сразу. Блин, у меня это тьму. Мне желательно, чтобы зубную щетку, зубной пастой уже приносили, пока я сплю. И уже начинали чистить. На самом деле, можно быть какой угодно, и все зависит только от внутреннего ощущения, от состояния внутри. И это такая очень классная фишка, которую можно прочувствовать всеми тремя системами. Телом. Мозгами. Скажите, что у девушки в голове вообще сидеть все время, рассуждать, само собой прочувствовать. Про мозги, ест кармдаш. И внутреннее, наше непроявленное, которое может проявляться каким угодно способом, на самом деле, даже сказать. Вот сейчас я уже понимаю, что чувства, качества, ощущения – это мало. Это мало. Там целый мир, который нужно изучать всю жизнь. И... Поэтому ездите за рулем и красьтесь. За рулем, да, это удобно изучать, потому что это... Ну, мне вот важна некая изоляция, комфорт, и я тогда могу спокойно погружаться в себя. Ну, конечно, сейчас можно спросить, а что ты, типа, в автобусе не можешь погружаться в себя? Могу где угодно могу погружаться в себя. Ну, убирать для себя максимум комфорта. А... На рот-шоке даже ничего не кишет. Первый раз такое. Что, серьезно? Серьезно. А может, там никого нет? Там кто есть? Шестьдесят шесть человек. О-о-о. Да? Да. Ну, вот пусть они приходят к нам в пятницу. Так-так-так. Будет бомба. Я чувствую. Мы чувствуем все. У меня уже началось. Нет, я... Мы будем делать состояние здесь, здесь и сейчас то самое, которое... О котором я написала в посте сегодня ночью. Да я, блин, все время пишу. Да, но тут как бы вот то состояние, которое превращает материальную действительность в быть, ну, в быть, в конкретное материальное быть такое. И дело в том, что у каждого человека, поскольку мы все уникальны, есть свой язык. И мы рассказываем то, как делаем это мы. Миша не красивая такая тоже. Мы рассказываем то, как это делаем мы. А человек должен понять, как ему это лучше делать. Ему надо дать спектр. Он нужно дать спектр. А вот я. Спектр. Привет! А девочки там пишут, что мы на Нелли еще хотели посмотреть. Так я думаю, ну, ладно. Как это не было? Лонда. Лонда. Как тебя назвал? Как назвали? Офигенская Оля небрежно крутая. Да. Мой муж вот делает вот такие прически, блин, по два часа девушкам, чтобы они были небрежные. Как будто ты вышел из салона, но на самом деле... Просто не расчет. Махматом. Как... Ну, давайте... Шел на дайте в работу, как я. Блин, что так жарко. У тебя 29 грамм. 20 грамм. Ты горишь. У меня даже куртка затолстела. Короче, вы тут поняли, что... У нас есть намного больше инструментов для претворения одного и того же. И зачем человеку давать один, когда можно дать больше? И пусть каждый выберет тот способ, который у него максимально хорошо срабатывает. И, конечно, это надо прочувствовать. Мы все разные там киностри... Ну, да не важно. Сейчас начну делить по всем системам. Но суть в том, что каждый должен найти свое, под свою индивидуальность. И вот об этом будет вся пятница. Значит, в двух словах, ребят, приходите к нам в гости. Берите удобную одежду. И все. Мы будем много чем заниматься. И шарфики для глаз. И мы будем обращать на себя внимание по полной программе. Честно, вы не устаете друг от друга? Когда? Как можно, блин, устать друг от друга? Сейчас тот самый редкий момент. Но на самом деле, да, редкий. Каждый занимается своими делами. И это настолько комфортно, что... Ну, вот, я не знаю... Это, может быть, вот кто спрашивает? Это у вас в жизни так? Вы все друг от друга понимаете? Это Дина спрашивает. Надоедать, это когда сесть... Кто? Дина спрашивает. Это когда сесть на голову называется. Это когда один другому он забитый, другой другой он забитый. И начинает напрягать. А когда все свободно, очень естественно, ну, как и причем здесь вообще... Ну, откуда вот это чувство надоедания, например, если все свободные? Ну, а в нем место даже. Пожалуйста, положение руля, как всегда, меняется в реальности. Он вот слева, то справа. Это вообще как-то. Да, 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 на всех фотках хочу. Посмотрите, какая у меня майка спектакляет. Так, ты за рулем. Сейчас еще раздеваться будет. Ну, я сегодня не в купальнике. Ну, да. Нам интересно, как этот аэропарк открыть нашли. Конечно. У вас опять разные реальности. Оля раздетая, Нелли одетая. Ну, не настолько. В прошлый раз была в купальнике. Да. Я, кстати, очень люблю зиму, одежду. И люблю раздеваться. Не знаю, Оля любит колокольчик. Я не ношу носки. Вообще. Меня видите? Есть? Блин, ну ты че? Я шире не могу. Вы видите, говорит. И такие ноги полезли в люк, в крышку. Ну, я с головной ногами. Как ты сидишь за рулем вообще? Слушай, а че ты не в позе лотоса? На педали нажимать надо уже это взглядом. Почему на ничем? Такие машины еще не придумали, которые взглядом. Хотя я особо... Вообще газ и тормоз уже должен быть на кнопках, как в секре. Я поняла, что мой уровень концентрации, кстати, готов к тому, чтобы я управляла взглядом уже. То есть я реально это прощу тигу. Я уже пару трансформаций таких херов провела с материальным, воплощением. Прежде прочим. И мы это будем вам рассказывать в пятницу. Приходите. Как управлять взглядом? Да, ну, управлять взглядом. Вы же понимаете, что за взглядом все это стоит внутренний фокус. Про сущности, клевый эфир был. Тематические эфиры нравятся. Тогда на темах. Вы вернули все свои кусочки себя себе, что ли? Вы вернули? Вообще, скажите, кто воспользовался этим эфиром? Полезно было. На самом деле, этот эфир, когда я проводила, я все забывала сказать, да. Ту технику, которую дала, она не имеет значения. Ну, я это там сказала, да. Что пофиг, что вы сделаете. Главное, вы должны понять, что вы поиграли в игру сущности, просто доиграйте ее до конца. То есть ваш мозг поверил в эту хрень, да. И просто доиграйте, поставьте точку. Как вы это сделаете, как вы их к себе вернете, это уже не важно. Вы можете придумать любой свой способ, просто доиграв в эту игру и все. Потому что вы ее сами начали. Пройдите этот уже уровень и забудьте его. Как прикольный уровень игры. Что мы поиграли в этих сущняк. Или, а причина в пол. Поиграли, и потом можно переходить на другой какой-то. Я воспользовалась. Мне очень понравилось. Спасибо, Нелечка. Я обещала, что вы на материальной действительности увидите подтверждение в реальности, что произойдут перемены. Кто воспользовался, расскажите о ваших переменах. Вот это вот самое-то интересное. Вот, я воспользовалась, я воспользовалась. Я очень воспользовалась. Очень воспользовалась. Короче, я смотрю, там много народу воспользовалась. Что было в конце этого уровня игры? Вы же прошли этот уровень, да? Перешли на другой. Естественно, другой уровень, он измененный, он другой. Поэтому материальная действительность должна была чем-то подтвердить, какими-то фактами. А у меня сегодня уже два факта. Ну-ка, давай. Нет. Нормально. Слушай, вас очень давно у меня и меня так радует, что такие молодые, мудрые, позитивные. Откуда столько жизненного опыта? У вас был какой-то образовательный уровень или где вы учились? А вам ничего, что дети и рождаются, и все знают? То, что нам там целый комплект вообще по рождению. А то, что мы его подяживаем, разбрызгиваем, и нам что-то отрубают, подавляют и так далее. Вам ничего об этом не говорит, что мы изначально рождаемся цельными. Ну вы о чем? Больше сердечек, больше. Давайте, давайте, радуйтесь. Про вопросы. Оля, надеюсь, там пиво пьет? Там надеется, что ты не знаешь. Не, я вообще не про выпивать. Это что-то другое, это энергетик. Я могу сам пюсиковое сладкое, и всякие вот эти там 4-5% алкоголя больше мне не идут. Поэтому выпивать и я мы практически не совместимы, на самом деле. И пиво я вообще... Короче, вот эта вся штука, она не про меня. У меня есть другие способы, выхода в то самое состояние, да? Так, по поводу училась. Короче, я открою маленький секрет. Есть такая хрень, называется телепатия. Когда человек, который обладает такими способностями, может считывать информацию с людей, с будущего, с толпы, с каких-то событий, с камня, с моря, пофиг. Я умею просто считывать информацию, и все. Я ничего не знаю, на самом деле, вообще ничего не знаю. Просто считываю информацию, и мне она приходит, и все, я ее записываю. Я просто записываю на бумагу то, что я считываю. Все, никакого секрета здесь в этом нет. Почитайте про телепатию. Я просто не знала, как это слово называется. Я сомнительно недавно узнала то, что я делаю. Для меня это было вообще открытие, полностью описанный метод. Ну как, это не метод, нет тут методов телепатии. Описано, что это такое, да? Как этому научиться, что для этого делать. Кто-то рождается с этим, и просто нужно это заметить, открыть, увидеть. Кому-то годы просто натренировать нужны, кому-то десятилетия натренировать нужны, а кто-то вообще этому не подвластен. И все. То есть почитайте, что это такое. Это обычная считка информации. То есть можно считать информацию с любого человека. Когда я делаю сеанс движения сердца, я точно знаю, что я делаю. Я считываю человека, понижаясь до его вибрации. Вижу, но я не знала, что это можно, блин, хоть на будущее, хоть на прошлое считать, хоть что угодно. Я считывала его информацию, самочувствие обычно, и все. Мне интересовали только чувства. А потом поднимала до своего уровня вибрации и давала ему почувствовать то, что я чувствую. Например, любовь, какие-то чувства, которые хотела ему передать. Ну и передаю. Это, в принципе, и дело на сеансе. Но считать информацию с человека я не знала, что можно. Вернее, не то, что не знала. Не догадалась вообще это сделать. Вот, ни разу. Я ее считываю с толпы. Я ее считываю с предметов. Я ее считываю с какого-то года, с 19-й, 25-й, пофигу, как сказать, с чего-то большего емкого. Хотя можно точно так же, как я это делала, во время сеанса надвижить, точно так же считать у человека все его прошлое, рассказать о нем. Я просто как бы это не делаю, так как не видела в этом приколы. Да и сейчас не вижу, в принципе, хотя можно. Так, поэтому учить или не учить, хер его знает. Короче, каждый человек в моей жизни учитель. У меня вот курс будет с 1 апреля по 11-й, где мы будем заниматься телепатией. То есть я хочу научить человека считывать информацию. Я этот курс объявила уже давно, и у меня он в телеграме есть. Так, 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 ну все, ладно с этим, хрен с ним. В какой-то момент реально видела сущности, заходит человек, а вижу черта с рогами. Да, у меня тоже такое было. Вы просто опускались до уровня вибрации этих людей неосознанно. Ну или не людей, чертей, я никого знаю кого. Так, я не рисовала технику по возврату, намеренно просто высказала, а намерение просто высказала и вспомнила свои силы. Классно, вспомнила свои силы, значит почувствовали. Очень классный пост про чувства, но получается, что в основном все чувства идут к радости, только разной интенсивности. Нет, в каждом слове есть чувства. Почувствуете любое слово на вкус, и вы поймете, что есть чувства злов, стегнева и так далее. И у них нет ничего плохого, есть очень много чувств, просто вы можете их использовать как угодно. Даже ревность вы можете использовать для себя как ключ к открытию разных замков, возможностей и страх, и вину. И любые чувства, какие вы считаете даже деструктивными, на самом деле они очень даже позитивные. Просто вы не понимаете, вы наделили эти чувства таким чем-то хреновым, и поэтому видите во мне эту хреновость. Но даже если вы чувство разрушения наделите для себя началом нового, да, то что вы как ребенок там на песке построили замок, а потом его смыло. И вы такой, о, классно, постройка я новая, или пойду купаться. То есть разрушение это тоже хорошо. Любое чувство, они все ваши, просто вы ими не хотите пользоваться. Я не знаю, какая мотивация у каждого человека, почему вы свои чувства просто в дальний ящик откладываете. Оль, какие могут быть мотивации? Чего люди так боятся всех своих чувств? Все закрыли, всю коробочку. Потому что чувства разграничены на плохие, хорошие, на некомфортные, не комфортные, на больные и так далее. И больно назначается, ну это действительно боль, как бы, ее надо прожить. И чем больше ты это нагнетаешь, тем больше ты это все внутри капсулируешь. Ну и когда-нибудь тебе придется это все дело открыть, потому что в какой-то момент в настоящей реальности ты уже поймешь, что так больше нельзя жить, не хочешь жить. Ты не хочешь врать себе, ты врешь себе чувствами только потому, что ты их себе запрещаешь, потому что ты их заводировал. И наделила их еще чем-то не очень хорошим. Это не полнота, это весь внутренний мир. И у вас никогда не будет у вас внутри, никогда вообще. Просто помахаете себе рукой, если вы не откроете это. Вы даже не можете быть искренними, по сути, с самим собой. О чем еще говорить? О каком-то вере, кем можно вообще говорить. Ну типа я хорошая, не можем превратиться в себе во лжи. Если половина в отлушке. Соответственно, здесь вы можете все, что угодно, любые крутастые делать мозгом, это поможет в определенной степени. Но вы в любом случае будете хотеть погружаться вовнутрь, ну никак. Это инструмент, там очень глубоко, там очень классно. И потом вам понравится даже ваша боль, потом вам понравится, в принципе, ощущать. И вы поймете, что оказывается чувство, это все. Ну вот, просто все. Весь спектр, весь букет. Но до этого надо просто дойти. А потом вы будете уже это все пользоваться в совокупности, в меньшее. Ваша яркая, у вас станет совершенно другая картинка вовне. Но понимаете, ну все-таки мы здесь живем, мы прекрасно понимаем, что времени не существует. Но в заданных характеристиках мы играем в этой игре и мы понимаем, что ну да, здесь у нас есть времечко. Поэтому я всегда говорю, дайте себе время. Вы создавали себе земным временем, это достаточно долго. Вы все эти клубочки, вы все это запрятывали, глушили, подавляли и так далее. Теперь дайте себе время сходить в обратную сторону. Но это уже совсем другое путь. Это подтверждение пришло твоими словами. Я пользовалась и в тот же день чувствовала агрессию, злость, но я осознавала, какая-то сила, блин, во мне силище бушует. То есть возвращали силу. Ну вот эта боль, агрессия просто это то, что и злость. А боль, агрессия... То, что мы вернули себе, да, теперь с этой силой надо работать. Потому что именно они были подавлены. И теперь они там первые у вас, знаете, как это, из шампанского, когда пробку вынимаешь. И там уже все ждало. У меня на следующий день хотели уже купить участок после того, как силу себе возвратила. Прикинь? Ну напишите это где-нибудь, чтобы у нас были, мы, ну как бы, вот эти материальные факты. Они хотели, но не купили. Купили или нет? Дайте ссылку на радио Далматова. Это не ко мне, я вообще не в курсе. Я не слушаю такое радио, у меня вообще нет ссылки на это. О, классно, я тоже этим владею, только не знала. Классно. Просто свобода жизни, можно радоваться и без пива. Как перестать себя обесценивать? Добрый день. Приветик, благодарю за чувства. Я вчера так, я просто пропускаю, что мне не интересно. Я вчера такие отчаянные прочувствовала, такое отчаяние прочувствовала, думала, умру тут же, а потом поняла, что этого и хотела сама. Деньги нужно откладывать или тратить? Ну вопрос, конечно, очень странный. Как вы думаете? Ответьте лучше вы нам сюда в эфир. Как вы думаете? Что вам лучше? Если вы не знаете, что вам делать с деньгами? Подарите их мне. Они очевидно, вам не особо нужны. Их у вас заберут. Любыми способами. Их тогда вы уже решите или вкладываете или тратите, а там уже и для этого вы решите. Нелли, разыгрывайте свой курс, очень хочется попасть в это, я не буду разыгрывать свой курс. Почему? Ну потому что я раньше разыгрывала, сейчас не хочу. Вот у меня на этот курс точно, вот на курс телепатии точно нет. К нам на очку одного человека. Вот это что? О, мы разыграем на разбор... Люст! Оля, у меня еще по голове сейчас дала за это, что я не хочу, мы разыграем. Я сегодня напишу пост, розыгрыш и Оля у себя. Сейчас продумаем, как разыграть. Сегодня дошло до чувства, что я никто. Как вы можете свое мнение прокомментировать? У вас региона? Так мы и есть никто, потому что мы есть все. Когда вы чувствуете, что вы никто, тогда вы у себя уже, да. А когда вы считаете, что вы кто-то, это всего лишь эго и рамки ограничителя. Но вы все и ничего одновременно, это же круто. Я у вас тут притяжусь пока? Никто это класс, из ничего возникло все, вот даже подсказываю. Девочки, ваша машина сама водится. Так что нормально все, можешь ноги и сразу на руль попасть. А я коленями, кстати, вот так очень часто взяла. Чем больше разбирают, тем больше лезет всякого, очень хреново. Так вы, если и разбираете, вы туда лезете, вы сами это все и достаете, чтобы осознать, долюбить, трансформировать и так далее. Пока вы не лезете, оно и не воняет, как говорится. Но вы специально же туда идете, вы же хотите расширения, вы же хотите любви. А любовь-то не там, где все уже долюблено, познано и осознанно. Любовь там, где вы еще ничего не изведали, и вам интересно туда пойти и изведать. Правильно я говорю? Да, мы так не изведаем. Блин, я на работе интенсивно работала и пропустила ваш эфир про суточность. Он живой еще? Юля, он на YouTube-канале, можете посмотреть. Ссылка в профиле у меня на менюшку. В меню много-много разных ссылок. Я думаю, канал тоже. Понимаю, что я создала, а становится хуже. Не приняла, значит. Ну, конечно, там, где хуже, туда нужно в первую очередь идти и рассматривать это. Ну, что это для вас, для чего вы это создаете, к чему это вообще, что это такое. То есть разобрать и себя поблагодарить. Куда едем? В офис едем. У меня полчаса назад там консультация. Человек сидит, ждет, а я все еду. Праворульная машина. Нет, леворульная. Прикинь, слушай, реальность реально меняется. Это всегда тогда на фотографиях, она меняется. Благодарю вас, девочки. Смотрите, как у нас тут красиво. Да? На небе. Ну да. Какое небо красивое. Гребольно, да. А, ну все, вопросы закончились. Как вернуть к себе ценность? Был вопрос, который единственное пропустила. Я уже не могу говорить. То, самое, и через все, и через поход в себя. Приходите в это. В пятницу вернем всем ценности. А если человек не в Москве? Ну, не знаю, делать какой-то марафон или нет. Вопрос про ценность в каждом эфире, вопрос в каком? Понимаете, вас можно туда проводить. Вот вы спрашиваете, как вернуть? Сейчас куча наговорим, а вернете ли вы через это? Если бы, например, вы стояли бы рядом, ну, вот дайте там 4 часа, и дадим почувствовать, и вы уже уйдете с этим внутри. А когда вы уйдете с чем-то внутри? Ну, а как вот так? Ну, вот об этом только и говорим. Вопрос, у вас нет карантина? Блин, вот с этим мы угораем. У нас даже вчера, либо позавчера, позавчера аквапарк работал в центре Москвы, и мы в Москве в центре, и у нас огромный... Смотрите, пробки на улице, какой карантин, и отчего? Я вообще не понимаю, блин, в Москве нет карантина. В общем, ничего не поменялось. Вы понимаете, что карантин тут в голове? В какое время в пятницу встречат? 13.00, как обычно. У нас всегда по субботам, но в эту субботу у меня годовщина свадьбы, поэтому решила в пятницу провести встречу. Всегда в час. Да, вон народ пишет, я не в Москве. Слушайте, про ценность мы говорим каждый день, во всех эфирах, в одной и в другой. Девочки к нам прилетают, если в чем проблема. Самолеты не летают. А, есть частная авиация. Да, сейчас тебе такие, оу, покрутили у виска и сказали, Оля, частная авиация только ты себе можешь позволить. И Нелли там, а вы типа остальные, мы остальные. Разграничили себя уже заранее. Ну, тогда посмотрите эфиры, постарайтесь услышать, что там говорим, потому что, блин, все про это. Есть, конечно, есть много аспектов, которые надо собрать в езде. Но работу над собой никто не отменял. Вы хотите это хапнуть за одну минуту, а делали это 10-20 лет собой. Как вы говорите? Стесняясь себя, того, что я есть. Не люблю быть в центре внимания, не принимая, когда меня обсуждают. Ваше стеснение, это картыня? Поздравления не могу принимать. Сегодня день рождения, поздравляю, там, мне неудобно. Я тебя поздравляю, Днюшкою. День рождения. Happy birthday to you. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Блин, это потом блестит в этой реке, красиво. Блин, ну, давай будем погуляем сегодня. Да, ночью только, когда у меня... Блин, через пять часов закончится это. Я чувствую любовь. Скоро любовь. Пятница, рабочий день, блин. у всех уже куча миллион отмазок а у нас будет встреча так сложилось почему-то вы так хотели почему-то вы так решили в вашем мире кроме художника-творца вас никого больше нет так сложилось как ляжет карта или так звезды сложились как сказать скромность это вид гордыни потому что когда вы скромны вы очень сильно сопротивляетесь того что с вами происходит на самом деле когда идет такое сопротивление там на самом деле такие страхи и это совершенно обратная сторона вот этого тщеславия и вы не зря это себе все сдерживаете своим стеснением потому что если вас милочка понесет извините вас понесет поэтому эту штуку а там очень много силы надо распаковывать очень медленно и аккуратно как это делаю например я потому что скромность стеснения и гордыня это все она понесет как меня потому что я не скромничаю в своей скромности и потихонечку не могу мне вот все таки сразу прям ломом я такая там очень большой запал и вы как разумное существо вы себя не зря сдерживаете потому что там есть над чем поработать поэтому эту штучку надо скрывать медленно и аккуратно и с предельным фокусом внимания на этом слушайте ребят у нас одна техника на все одна выписывайте свои программы блоки страхи блоки которые блокируют вас ваши что такое блоки программы это убеждение в чем-то я например стыжусь я стеснительно я не могу мне страшно просто выписывайте все что вас тормозит все что вам не нравится и трансформируйте как трансформировать есть видео по трансформации прям наглядный пример как мы трансформируем программы блоки есть пост полностью расписанный с 15 примерами конкретно берете две дуальности видите картинку и рассуждаете в новое 3 все вам нужно понять что это за слово чем вы его наделили и рассоздать его дать ему другое понятие один способ на все зачем столько миллион вопросов когда чтобы у вас не случилось мы берем программу просто ее рассоздаем как и создавать тысячу раз уже видео во всех показаны специально есть видео про создание программ на youtube специально есть на канале статей трансформация программ вот просто берите и сделайте это наконец то почему вы это не делаете вы одни и те же вопросы задаете ну как одни и те же у каждого свой вопрос почему мне болит вот здесь почему не были то здесь почему болит вот здесь почему вот тут и вот тут там там болит саднит внутри в голове там программа и везде один ответ трансформируйте этот блок как он трансформирует технику тысячу раз уже дали блин ну чё вы ребят реально сны это подсознание вы прислушивайтесь к снам сны это вы а сон он такой же реальный как реальная реальность потому что сон еще даже реальнее чем реальность потому что во сне вы не ограничены этими блоками ваш мозг хоть и работает но не ставят ограничения и вы там живете такой же полной жизнью а здесь вы живете неполной жизнью потому что здесь вы живете то же самое что и во сне только в ограничениях блин вот выдала короче между сном и явью нету разницы никакой конечно все ответы блин которые не могу получить во мне вдруг из-за ограничений я получаю во сне я намеренно ложусь спать запомнить какой-то сон с каким-то вопросом утром просыпаюсь и быстренько расшифровываю для себя как расшифровать точно так же как с трансформацией программ как мы картинки расшифровываем также и сон расшифровывается во сне все персонажи это вы сами себе сказали сами себе сделали сами до себя там пытайтесь достучать там у вас был там полет или страх или убегаете от себя там убегали от кого-то вы там упали со скалы это значит вы блин сейчас жизни также падаете не хотите хотите летать вставать каждый сон расшифровываете сами для себя вот как назначить расшифровку так будет нету никаких правил как правильно расшифровывать там картинки образы и так далее а люди говорят потому что проще спросить тем самым переложить ответственность на отвечающего ну конечно же а потом будете гореть блин ну нелли то сказала уже понимание ну да это классно вы так говорите что вы прикладываете ответственность с тобой легче трансформировать как когда одна боюсь делать не так я вон только что сказала что ничего нету не так причем ответственность реально на меня ложится вы потом ну или это что-то не работает конечно я за вас сказала для себя свою программу расшифровала но в вашей голове она не получила расшифровки вы такие да все понятно все понятно но как бы пройдет время вы опять себя стукните этим же самым по голове потому что вы у себя эту нейронную связь не увидели не осознали не рассоздали да не перестроили то есть у вас то ничего не случилось растут а я с вашими ответами они вы но вы как части и тоже растете не такими шагами но если бы вы еще сами рассуждали тогда у вас были квантовые скачки вот не такие маленькие вот такими прыжками просто начальница во сне гола купается в корыте что это я начальница стала и стала естественной да и вы начальницы я хочу быть собой я отмываюсь моюсь я хочу быть собой уже наконец все персонажи постоянно бью посуду случайно разливая жидкости к чему это потому что они все а еще я когда пью у меня вот сюда от крошечки сюда но я вообще кстати не парюсь но продолжаю там есть почему это просто забить примите себя ну вот потому что просто положим да ну вот так вы освобождаете энергию от посуды из посуды просто не знаете как еще высадок оля легко так ведет авто удовольствие давно не было за рулем и пока очку и опять начать блин люди вы бы знали как я очкую но может быть когда-нибудь мы выйдем в лес и оля даст мне попробовать с моими пятилетними правами поездить в лес там где не ну понятно что надо в поле в какое-то поехали в поле покрутиться слушайте я еду в поле кататься на porsche ура когда едем слушай все это умы импульс это мне надо срочно у нас неделя вся расписана и следующий мне даже муж спрашивали когда увидимся в этом на свидании да в ресторане и такая были у меня вообще прям до субботы до годовщины вот прям каждый час еще не как что на годовщину нет я приду паника и тревога как базовые состояния критичный момент на работе коллеги нападки противостояния как осознать говорю пишу рассуждаю куда ресурс свою прячу у меня внутри паника и 3 тревога как базовое мое состояние у меня сейчас критический момент я нападаю на себя у меня противостояние с самой собой ну так найдите где вы себя это подавляете нападаете на себя коллеги на работе это вообще нейтральные персонажи там микки маусы вами нарисованы которые вам показывают где вы там собой боретесь опишите для себя ситуацию конкретно что они вам говорят что вы им говорите с чем вы боретесь на бумаге да и потом просто за место имени коллеги напишите я я себе сказал вот это вот это вот это ну как бы осознайте это ну это же сушки а мне наверное нравится одно и то же говорить это же кайф почему по-разному одеты непонятно холодно и тепло у вас у нас все время разные реальности я короче люблю очень жестко одеться оля даже в купальнике в машине едет нормально это просто раз в купальнике не часто снится что ко мне вламывается в двери соседка орет на меня вы сами к себе в жизнь вламываете все орете на себя наконец-то чтобы достучаться только вопрос по какому поводу она орет во сне занимаюсь трансформациями интересно в реальности это прорабатывается прорабатывается я так вот себя прорабатывал только во сне мне прямо трансформация за трансформацией мне даже бубнешь во сне был такой что я прям я трансформирую программу ля-ля-ля-ля прям спала и трансформировала я такое было так ладно мы уже подъехали в офис ровно час назад приехали я еду и вообще не парюсь поэтому может выходить и потом не я не хочу лучше попозже выйдем оль по машинку